всем привет я николай этот канал таксуем на суббару а прежде чем начать просмотр я хочу вновь пригласить партия партнер почему именно должен ты выбрать я партнер очень много причин давай загибать пальцы во первых это еженедельная байга также розыгрыш миллиона тенге также у меня здесь шпаргалка 30 процентов скидка на мойку 5 процентов скидка на онлайн страховку 10 процентов скидка на брендинг и также в парке теперь есть машины в аренду с последующим выкупом это новые автомобили круглосуточно опять же техподдержка вывод средств через приложение круглосуточно самостоятельно в общем вот столько вот плюшек а ты еще не с нами так что пиши номер есть в описании и на видео есть номер для регистрации пиши регистрируйся и будем работать что ж последние новости последние новости о том что или детское кресло яндекс такси во всяком случае в алматы и в астане по моему тоже так вот значит на главном экране до стоит какая-то лошадка и такое сообщение приходит новая опция детское кресло средний чек заказа с опцией выше за счет доплаты за кресло а еще вы сможете получать больше заказа в дневное время когда спрос на поездки не такой высокий как подключить детское кресло пройти обучение в приложении установить детское кресло отметить наличие детского кресла приложений и пройти фотоконтроль эта функция скажем не новая потому что она уже была у нас потом ее убрали и сейчас ввели по новой есть предположение что будут вводить детский тариф да но пока это только предположение пока это неизвестно я знаком с детским креслом потому что я катал когда еще была эта функция когда я катался еще на форестере в экономе я катался бы детское кресло во первых их мы катал для того чтобы не лезли вперед она у меня всегда здесь впереди стояла и когда садились 4 я убирал в багажник на 4 крайне редко садятся пассажира поэтому она не мешала бывали заказы бывали по креслу с креслом но подачи как правило всегда дальний то есть всегда платные подачи были потому что ну скажем у 20 водителей было детское кресло заказов больше и с одного конца города в другой приходилось ехать будут ли у нас этой функции пользоваться не знаю у нас то как бы детей за людей особо не считают потому что там шесть человек бывает из них двое детей но это же дети типа чем на коленке сядут такие люди явно не будут вызывать такси и отмечать там отдельно детское кресло за которое кстати сейчас не маленькая доплата то есть дорого стоит вот для сравнения сейчас я зайду посмотрим вот условно я выбираю какой-нибудь адрес там малину 214 например смотрим цены до на тарифы гости какой-то который от эконома ни черта не отличается и заходим вот здесь в правом нижнем углу есть где где детское кресло вместе наверное нету детского кресла поэтому берем эконом так и смотрим как меняется цена сейчас 2 100 детское кресло 1 2 990 ну нормально наверное уже некоторые водители подключили потому что там вчера например я смотрел там полторы тысячи добавлялась сейчас 900 тенге добавляется до добавляется 900 тенге возможно уже некоторые водители подключали но подключили тариф то есть сейчас доплата за кресло 900 чем больше будет водителей с детскими креслами тем конечно будет доплата меньше но будут ли вызывать у нас и отмечать детское кресло это далеко не факт потому что во первых это доплачивать нужно отдельно во вторых не заботиться как бы безопасности что я думаю лично о детском кресле я сторонник безопасности очень большой мои родные и близкие все об этом знают у меня пристегиваются в машине все когда я там куда-то едем особенно если где-то по трассе там по магистрали то и сзади у меня все пришли пристегнуты и дети когда были маленькие тоже ездили в детском кресле поэтому я за безопасность некоторые водители например не берут пассажиров с детьми с одной стороны их понимаю с другой стороны но людям же тоже как-то надо передвигаться да то есть не хотят они на автобусе у них есть возможность заплатить за такси но функции детского кресла допустим не было да но а как тогда ехать на такси если невозможно выбрать функцию детского кресла но передвигаться надо некоторые да заказывают я когда ездил заказывают но бывают такие курьезные случаи что вот один заказ пришел там как всегда платная подача минут 10 может быть 15 ехал я не знаю все я приехал девушка с ребенком с девочкой я устанавливаю кресло назад пристегиваю все садим туда ребенка я начинаю пристегивать ребенка и мама говорит да можете не пристягивать в чем тогда смысл просто чтоб спасел ребенок детском кресле то есть здесь если я ребенка не пристегиваю соответственно польза детского кресла нулевая зачем ты вызываешь детское кресло доплачиваешь переплачиваешь но при этом говоришь да не надо пристегивать что для галочки они для безопасности вот это непонятно в общем как у нас это все будет работать примерно я понимаю кто-то может бустер до закинуть то есть бустеры у нас люди то детское кресло пассажир особо не знают а бустер тем более скажите другу бустер и вообще до слова такое не слышали в общем не знаю как все это будет работать и будет ли это работать вообще будут ли заказывать когда наладится когда много будет кресел если водители конечно будет их возить то я думаю ну тенге 300 будет за кресло но если не будут такие там конские подачи поэтому посмотрим как это все может быть было у нас группе обсуждения было были предположения такие что детский тариф возможно ведут и были предположения что полиция даже по закону по идее нельзя перевозить детей без детского кресла но как-то на это подзабили все и возможно полиция начнет жестко штрафовать детские кресла и поэтому яндекс ввел такую функцию возможно они знают что-то больше чем мы возможно есть некое сотрудничество то есть договорились что полиция будет штрафовать яндекс вводит детский кресло получает дополнительно оплату за них но это конечно на грани моих фантастических предположений но такое тоже может быть такие вот новости такое нововведение детское кресло посмотрим что будет дальше спасибо что послушали посмотрели всем всего хорошего пока удачи